Анимошники оценят, что будет в кино на следующей неделе. Забираем все самое нужное. Куда делись сахар и гречка? Можно ли привести себя в форму, лежа на кровати или ставя тикток? Ответ нашей рубрики 60 секунд. Любители старой школы, ликуйте! На большом экране покажут олдскульные аниме-мультфильмы. Подробности в следующем сюжете. Пропускать такое нельзя. Мы и не пропускаем. И вам не советуем. С 19 марта в рамках программы «Уикенд с Хаяо Миядзаки» 80-летию режиссера в кинотеатрах «Киномакс» впустили в прокат его мультфильмы. Идем, посмотрим! В программу вошли 7 мультиков, такие как «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тотара», «Принцесса Мононоки», «Ведьмина служба доставки», «Рыбка-понию на утесе» и «Небесный замок Лапута». Самые топовые из них «Унесенные призраками» и «Рыбка-понию на утесе». «Унесенные призраками» — это история о девочке Тихира, которая переезжает с родителями в новый дом. Заблудившись по дороге, они попадают в странный пустынный город, где их ждет великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду, и к ужасу девочки превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Теперь, оказавшись одна среди волшебных существ, Тихира должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи. «Рыбка-понию на утесе» — история пятилетнего мальчика, живущего на берегу океана, который однажды подружился с необычной рыбкой и называет ее Понью. Только он не знает, что Понью — не простая рыбка, а дочь-чародея, и последствия у их встречи будут самые невероятные. Сам же Хаяо Миядзаки является японским аниматором, режиссером, продюсером и соучредителем компании «Студии Гибли». Он получил международное признание как мастерский рассказчик и создатель японских анимированных художественных фильмов и считается одним из самых выдающихся кинематографистов в истории анимации. Многие алды и зумеры выросли на его мультфильмах, а вся культура аниме произрастает именно из-за рисовок Хаяо Миядзаки. Не пропустите эти картины на большом экране. Окунитесь в этот сказочный мир. В погоне за белым золотом, как быстро разбирают сахар и гречку, расскажет Варвара Горкунова. Сейчас многие люди хватают с полок продукты первой необходимости. Гречи и сахара на всех не хватает, а магазинные полки пустуют. Но так ли это? В интернете все больше распространяются видео с обезумевшими людьми, которые хватают продукты с чужих тележек, атакуют магазинные полки и даже прибираются на склад, лишь бы успеть запастись. Люди в панике создают искусственный дефицит продуктов первой необходимости. Но стоит ли ожидать реального дефицита товаров? Так что не стоит пугаться пустых полок в магазине. Отсутствие товара лишь показывает его спрос. Варвара Горкунова, Диана Атаева. Дни новости. А сейчас непогода с Полиной Якубовой. А если серьезно, то ситуация полный сюр. Ведь на улице уже конец марта, а весеннее солнышко только-только начинает греть. В эти выходные температура будет стабильнее держаться на отметке плюс 3-4 градуса, а значит, что можно наконец-то с кайфом прогуляться. А засыпать в это воскресенье мы будем под пение дождя. Вероятность осадка близится к 90%, так что готовьтесь расчехлять зонтики. Пойдем, пойдем гулять. Пойдем. А вот в начале следующей недели снова ожидается небольшое похолодание. Примерная температура составит минус 5-6 градусов по Цельсию. Однако расстраиваться не стоит. Это будет крайняя прохладная неделя этой весны. Стоит также напомнить, что в такой переходный сезон нетрудно подхватить простуду. Так что запасайтесь витамином С и пейте больше горячего чая. Полина Якубова, Диана Атаева. 60 секунд на диванную тренировку с Вероникой Тумановой. Знакомая поза? Опять вместо того, чтобы готовиться к лету, залипаешь в тиктоке. Я понимаю, лень. Но следующие 60 секунд ты точно приведешь с пользой. Упражнение номер один. Мы лежим на спине. Ноги по очереди сгибаем и разгибаем. Следующее упражнение выполняется лежа на боку. Обратите внимание на положение ног. В этом упражнении важно зафиксировать ноги и, поднимаясь, напрягать пресс. В следующем упражнении ноги находятся в положении лягушки. Мы тянемся корпусом вниз, стараясь при этом максимально выпрямить спину. Не забивайте на себя. И помните, что время для спорта и своего здоровья можно найти в любых обстоятельствах. Вероника Туманова, Варвара Горгунова. Специально для 60 секунд. Хочу объявить о появлении нашего телеграм-канала. Теперь ты тоже можешь поучаствовать в создании нашего выпуска. Ссылку на канал вы найдете в описании. Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в соцсетях. Увидимся в следующий четверг. Субтитры сделал DimaTorzok